Вы, конечно, тоже хотели бы посмотреть, как мы с Максимом перевернули квадроцикл. Как потом я другой квадроцикл утопил. Вы бы также хотели посмотреть, как я на большом автомобиле... Маленький автомобиль протарать. Все это вы бы могли сделать, если бы у нас был эфир. А у нас есть эфир. Дело в том, что я уже три года назад продемонстрировал вам все то, что я снял. И все это на телеканале YouTube. Вы можете писать под заголовоком YouTube. Там есть такая штучка. Поиск Челейкин, либо Челейкин по-английски. Выйти на меня и посмотреть все то, что мы вам показали. А мы вам показали полторы тысячи сюжетов. Если бы все это дело у меня в голове было чуть раньше, я вам показал 3000 сюжетов. А именно столько мы сняли за то время работы, в которое я эфире. Конечно, вы бы хотели посмотреть, как мы прокатывали машинки на тест-драйве от Мира Экстрима. Все это дело было в прошлую субботу. Но тогда была температура минус 30 градусов. А сегодня чуть-чуть другая температура. И вот мы вам говорим, что Мир Экстрима, который располагается здесь, на Голливуде, на 1А, вам показывает, как это необходимо делать. Да, это было клево. И да, я бы порекомендовал всем. И мороз, конечно же, для нас. И мы не мыслим зимы без мороза. И в такой морозе да прокатиться по снегу. Да еще лучше на снегоходе. А какой снегоход? А точнее, какие снегоходы продает Мир Экстрима? Так это замечательные Арктик Кэты из Америки. Конечно, в Мире Экстрима много такого, и квадрики, и остальное. Но для снега-то снегоходы от Арктик Кэт. И что же такое Арктик Кэт? Я знаю, что это классная техника, как снегоход, правильно? Вы знаете, наши друзья пригласили нас на замечательный тест-драйв. Мы покатались, оценили и утилитарную технику, которая представлена в виде Берк Кэтов, и горные Арктик Кэты. То есть все дело в том, что техника предназначена именно для такого агрессивного выброса адреналина, что, ну я не знаю, буквально километр здесь кольцо, и мы получаем, ну не знаю, но это сложно связать с какими-то такими другими эмоциями, которые получаешь именно с точки зрения активного отдыха. Техника хорошая, техника надежная. Сугробы там более чем полуметра держатся, вытаскивают, идет шикарно. То есть достаточно резкая, скажем так, на разгон. Утилитарники, ну в каком плане хороши? Идут как утюг, качественно, не громоздко, то есть уверенно проталкивают себя сквозь лес. Ну, если честно, то эмоции просто, великолепное состояние, великолепное, великолепное вот такое вот. Позыв души был просто покататься, то есть я думаю, что когда-то мы сможем себе позволить и купить такой аппарат. Просто кто-то говорит, что в Магнитогорске зима хорошая, длинная, да? Но, честно говоря, это делается не для таких морозов, как у нас, естественно. То есть, в конце концов, можно себе такую штуку позволить? Ну, вы знаете, конечно, можно. И с учетом всех вот этих сегодняшних морозов, погода нас сегодня не балует, ни для кого не секрет, для жителей, для гостей города, что сегодня утром 36-30, то есть вот сейчас температура достаточно такая. Техника работает, техника заводится, техника показывает себя с самой лучшей стороны, то есть мы все довольны. По большому счету, действительно, все отлично, все замечательно. Это был круч. Вот для чего ничего и не надо. И тут нужна целина, кое здесь, в горнолыжном центре Металлург, что на озере Банном, предостаточно. Снегоходы от Арктик Кэта, утилитарники и горники сделали свое дело. И, невзирая на 30-ти градусный мороз, продемонстрировали свои преимущества, коих у страны, в чем-то похожей на нас, предостаточно. Огромное спасибо за то, что предоставили нам этот замечательный праздник. Погода подвела немножко, все-таки температурный режим сегодня не соответствовал нашим ожиданиям. Потому что 35 градусов температура, конечно, не для покатушек на квадроциклах. Снегоходы как бы нормально, все, но квадроциклы хоть с трудом, но завелись в такую температуру. Ну, мы сегодня представляли на покатушках все-таки три бренда. Люди могли оценить все три бренда. Это Хон, это Артик Кэт и Сефимота. То есть Сефимота квадроциклы. Две модели катались. Две модели еще новые стоят на педестале у нас там. В этом году они выпустили Z8 серию. Очень интересная машина, я думаю, перспективная. Вот, то что касается Хонд, ну вот эта самая топовая Хонда 680-я, еще оснащена G-Wilts'ами. То есть обалденная проходимость. Да-да-да, эти штуки называются G-Wilts. То есть она позволяет ездить везде, да, я по какому-нибудь? И зимой в том числе? Снегоход, конечно, не заменяет, но вообще они были разработаны для песка. То есть песка для песка для болот. Но и, как сегодня показали наши испытания, то есть, конечно, достойно вели себя и в снегу. То есть двигаться позволяет, конечно, не заменяет, еще раз говорю, снегоход. Но если вот так вот, альтернатива, чтобы надо где-то переехать зимой, то есть они позволяют это делать. При небольшой их неистоимости. То есть прекрасная штука. То, что касается артикетов, допустим, сегодня мы предлагали прокатиться на горных моделях и на утилитарных. Утилитарники представлены были как двухтактным, так и четырехтактным двигателем. Отличается тоже довольно-таки сильный. Двухтактный 64 лошади, четырехтактный 125. То есть люди оценили, то есть прокатились, понравилось довольно-таки. На разнообразии это с двигателей было представлено. Ну и горная модель, конечно, у кого были права, тоже могли ощутить, что это за машина. Вот так вот работает в мире экстрима. Показывает вам тест-драйвы, еще там машинки везде, где хочет. И потому что они знают, с кем надо работать. А работать надо только с программой.